Майданная власть Майданная власть Вот эта земля дает, чтобы люди не забывали. На этой земле проливал кровь мой дед. И мой сын будет ходить по этой же земле и гордиться, что какими мы были, такими мы и остались. Майданная власть И эти люди оказались в опасности того, что над ними будут издеваться националисты. Тогда, конечно, мы об этом сразу подумал. Первое, что я сделал, это поручил администрации президента провести закрытый опрос общественного мнения по поводу настроения в Крыму отношения к вопросу о возможном присоединении к России. Выяснилось, что желающих присоединяться к России 75% от общего состава населения. Но я же говорил, что это наша историческая территория. Там проживают русские люди. Они оказались в опасности. Мы не можем их бросить. Повторяю, конечная цель была не в захвате Крыма. И не в какой-то аннексии. Конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение по поводу того, как они хотят жить дальше. Все мои инструкции были как раз связаны с тем, чтобы действовать аккуратно и опираясь, с самого начала я это сказал, опираясь на тех людей, которых мы можем уже сегодня назвать патриотами России, опираясь на них, на их актив, но помогая им и будучи у них за спиной гораздо более крупными силами и средствами, имея в виду, что в Крыму находилось более 20 тысяч украинских военнослужащих, хорошо вооруженных. Хочу вам, знаете, что сказать, что даже не потребовалось воспользоваться разрешением Совета Федерации о введении наших войск на Украину. Я ведь не покривил душу. Потому что по соответствующему международному договору на нашей военной базе в Крыму мы имели право иметь 20 тысяч человек, даже больше. Мы даже при том количестве, которое мы добавили, о чем я сейчас говорил, мы даже 20 тысяч не набрали. Поскольку мы не превысили количество личного состава нашей базы в Крыму, то, строго говоря, мы даже и ничего не нарушили. И дополнительных контингентов туда не вводили. Здания ключевых органов власти, от работы которых зависела стабильность и законность в Крыму, были взяты под охрану. Спецназу потребовалось всего 30 минут, чтобы провести эту операцию в ночь на 27 февраля. Вы знали об этом? Нет, я узнал только утром. В полшестого мне позвонили, сказали, что оба здания заняты вооруженными людьми. И Савмин, и Верховный Свет Республики Крым. Нам нужно было обеспечить работу представительного органа власти, парламента Крыма. Для того, чтобы этот парламент смог собраться и осуществить предусмотренные законом действия, люди должны были чувствовать себя в безопасности. Я хочу обратить ваше внимание на то, что парламент Крыма – это был абсолютно легитимный, полноценный представительный орган власти Крыма, сформированный задолго до начала всяких сложных трагических событий. И вот эти люди собрались, проголосовали и избрали нового председателя правительства Крыма, Аксенова Сергея Валерьевича. А действующий на тот момент, юридически действующий президент Янукович его утвердил. Вы понимаете, там с точки зрения украинского закона все абсолютно соблюдено. Там, конечно, можно все что угодно болтать языком и как угодно интерпретировать все эти события. Но если взять, посмотреть с точки зрения паровой составляющей, там комар носу не подточат. Но для того, чтобы создать условия для людей, чтобы они не боялись за себя, не за свои семьи, нам нужно было обеспечить их безопасность. И мы это сделали. После того, как сессия крымского парламента была сорвана акцией крымско-татарского Меджлиса, депутаты действительно нуждались в обеспечении безопасности. Только увидев вежливых людей в здании и вокруг него, законодатели получили возможность продолжить работу. Ну вот наш исторический зал, зал заседания Верховного Совета Автономной Республики Крым. В этом здании произошли те события, которые теперь называются «Крымской весной». «За 61» – это голосование по Крымскому референдуму. Историческое голосование. Из «64» – «61» – «за», потому что «3» просто не голосовало. Да, да, да. Это действительно был фактор безопасности 27-го числа, присутствие на ключевых позициях в этом здании военных людей? Да, конечно, фактор безопасности, он уже выходил на первый план. Ночь с 26 на 27 февраля, когда были взяты все ключевые здания в Симферополе. Как это происходило? Мера была вынуждена, потому что появилось огромное количество разного рода подстрекателей, разного рода агитаторов, которые сталкивали между собой разные религии, разные национальности. И тогда было принято вот это решение. Именно в те дни в Крыму появился настоящий бренд «Вежливые люди». Как это случилось? Случайно ли? Ну, вы знаете, как говорят, в таких ситуациях ничего случайного не бывает. Никто не собирался воевать, все собирались защитить и предотвратить. И, конечно, там ребята были заинструктированы, что надо быть вежливыми, надо быть корректными, вы пришли сюда не захватывать, а защищать. В те самые дни, когда внимание всего мира было приковано к событиям в Крыму, одним из самых популярных в интернете стал ролик, в котором маленькая крымская девочка обнимает российского солдата. Мы нашли человека, который тогда снял этот ролик. Вот именно на этом месте я снял тот кадр. Здесь стоял солдат. Это видео многие тогда называли постановкой. Дескать, таких сцен в жизни не бывает. На самом деле девочка просто узнала человека, который накануне угостил ее шоколадкой. Он всем детям, я заметил, он раздавал разные сладости. Дети, крымские дети его успели полюбить. А сколько подобных сцен не было снято. Например, шла в Симферополе мимо оцепления молодая женщина с коляской, а ее деликатно остановил солдат. И он говорит, покажи. Он говорит, что показать? Ее покажи. И она малыша достает, говорит, на смотри. И у него слезы аж на глаза. Говорит, у меня точно такой же, 4 месяца дома. А вот история, которую рассказывали друг другу уже украинские военные. В одну из воинских частей в Крыму пришли бойцы спецподразделения ФСБ. А украинцы забаррикадировались. Спецназовцы выбили дверь, зашли, поговорили с коллегами, а потом поспешили в магазин. Купили украинским военным новую дверь и сами привесили. С того дня ряд задач уже выполняли вместе. Они действительно были вежливые люди. Они не ругались, они не проявляли никакой агрессии. И они искренне нам помогали. Наше преимущество, знаете, в чем заключалось? В том, что я занимался этим лично. Не потому, что я так вот все правильно делал. А потому, что когда это делают первые лица государства, то исполнителям легче работать. Они это чувствуют, понимают и знают, что они исполняют приказ, они занимаются самоуправством. А когда государственные структуры находятся в разваленном, либо в полуразваленном состоянии, то приказы либо вообще не отдаются, либо не доходят до исполнителей, либо в их легитимности есть большие сомнения. Чтобы не ждать каждый день приезда националистов в крымские города, стала очевидной необходимость взять под контроль границу Крыма с Украиной. На Перекопский перешеек, переходы Чангар и Турецкий вал первыми выдвинулись те, кто лучше всех был знаком с бандеровцами. Бойцы Беркута. Дома, в отличие от Майдана, им никто не мешал подготовить встречу старых знакомых правильно. С точки зрения инженерных заграждений, мы сделали там все грамотно, красиво. И сигнальные мины, и растяжки всевозможные, и минные поля какие-то, чтобы никто не прорвался. Одна беда. Бойцов севастопольского Беркута было слишком мало. Всего 24 человека на всех переходах, включая командира Сергея Колбина. А напротив, с украинской стороны, правый сектор уже стянул кулак в несколько сотен боевиков. Нацисты сказали, или будет Крым, или наш, и не будет ничей. Всех не согласны, мы не будем с ними разбираться, то есть мы их просто уничтожим. Из Херсонской области звонили коллеги-офицеры. Ребята, бандеровцы будут на вас нападать, сегодня или завтра. Беркут готовился к худшему. Наши ребята приняли такое решение, говорит, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. И вдруг, неожиданно, с тыла прибыли колонны автобусов, из которых стали деловито разгружаться и сразу строиться серьезные крепкие мужики. Это были реестровые казаки кубанского казачьего войска. Приехали с гармошкой полевой кухни. Когда мы пришли 28-го в ночь, 28-го февраля, на турецком валу было 11 человек Беркута, на перекопе 6 человек сотрудников Беркута, и вот здесь, как раз на Чангаре, было 7 человек сотрудников Беркута. Если было нападение на блокпост или наступление какого-нибудь со стороны боевиков, я вам скажу, они бы их смяли. Не потому, что они нехрабрые, а потому, что их было мало. И вот, когда мы прибыли, масса казаков, я вам скажу, пыл мы их остудили. Поначалу с той стороны границы мощное подкрепление приняли за регулярные российские войска, пока в один из вечеров казаки не достали гармонь. Ну, народ такой широкий, душевно, любит поработать и повоевать, отдохнуть красиво. Они работали очень дисциплинированно, слаженно и относились очень ответственно к своему делу. И потом они работали вместе с местными ребятами, вместе с местными мужиками, с местной дружиной, с ополченцами. Собственно говоря, это была одна семья в этом смысле. По воле сердца и по зову души туда люди шли. После майдановских событий пошли многочисленные просьбы казаков именно Крыма и русскоязычного населения, ну, родственники, по-видимому, и так далее, что могут со стороны Украины сюда зайти бендеринцы. Казаки совещались на своих сходах и приняли решение обращаться к атаману войска, чтобы выдвинуться сюда. Атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда принял решение выдвигаться почти сразу. 27 февраля добровольцы на пароме уже прибыли в Керчь. Но тут стало ясно. Киев приказал местным властям сделать все, чтобы сотни крепких россиян не могли получить ни жилье, ни транспорт. Казаки остались на улице под февральским дождем и ветром и пошли помолиться в храм Андрея Первозванного. Неожиданно именно здесь и нашли убежище. Они были очень уставшие и необходимо было где-то хоть немножечко отдохнуть. У нас полы теплые в храме, милости Божьей, как так получилось, придумать и сделали. Хорошо нагрели этот теплый пол, ночевали прямо здесь, отдыхали. Досоединяться все народные населяющие в одну семью. Так из храма Андрея Первозванного сотни кубанских казаков и отправлялись защищать границы Крыма на Перекоп, в Чангар и на Турецкий вал. Эти первые люди, которые успели переправиться, заняли позиции именно здесь. Где мы сейчас находимся? 450 казаков прибыли на передний край, на границу Республики Крым с Украиной, подготовили окопы в инженерном отношении и фактически с обеда 1 марта и до 18 марта выполняли задачу по недопущению проникновения именно бойцов правого сектора на территорию Республику Крыма. Казаки разбили на всех пограничных переходах настоящие лагеря. Уже скоро выяснилось, что снабжение продовольствием не требуется. Продукты в полевые кухни пошли рекой. Людская благодарность была безгранична, бабушки на колени становились. Просили, только не уезжайте. И, знаете, это дорогого стоило. Приносили борщ в трехлитровых банках, кормили казаков. Тем временем националисты, которые, увидев казачьи подкрепления, не стали прорывать границу Крыма, от планов своих не отказались. Они запросили у Киева подкрепления для себя. И власть прислала армию. Подошла большая колонна из бронированной техники, непосредственно спецназ Украины, была остановка Град и минометы 800-миллиметровые. Со стороны Украины подходили Грады. Была информация такая. Да, мы зафиксировали это средствами воздушной разведки. Подошли, они подогнали туда систему залпного огня. Мы вынуждены были поставить наши системы, которые в случае каких-то действий со стороны, ну, при первом залпе мы бы их уничтожили. Российская армия обгоняет нас ровно на один шаг, сетывали в те дни в Верховной Раде украинские военачальники. Действительно, как только Киев подогнал к границе с Крымом тяжелую технику, за спинами Беркута и Казаков военной техники было уже гораздо больше. Скажите, Сергей Горгиевич, грозила ли опасность Крыму с точки зрения реальной военной провокации под тип того, что было в 2008 году в Южной Осетии? Вы знаете, да. Когда появились первые военные подразделения, срочно выдвинулся Беркут на два перешейка и перекоп встали, закрыли там границу и начали смотреть за всем этим. Но самое главное, что с той стороны были стянуты силы, которые предполагали, видимо, зайти и начать вот то, что сейчас происходит на востоке Украины. Мы опередили их буквально на 6-8 часов. Украинцев опередили? Да. Мы опередили тех людей, которые должны были занять въезды в Крым, то есть Турецкий УАУ, пост, Крым-Титан и Чингар. Второй срыв наступления заставил украинских националистов сменить тактику. Крым было решено взорвать изнутри. Из Киева стали организованно переправлять все, что могло превратить полуостров в новый Майдан. Биты, заточки, щиты, каски и, разумеется, оружие. Один раз это газель, которую вынуждены были фактически очередями из автоматов остановить. Били по колесам. Почему? Потому что она рванула между блоками и попыталась скрыться в сторону Армянска. Когда остановили, подошли, начали разбираться, почему это произошло, оказалось там три гранатомета, порядка 24 гранат, 12 цинков с боеприпасами. 10 марта через блокпост на Турецком валу, объехав ежи и бетонные блоки, в сторону Крыма пошел на прорыв украинский военный Урал. В это время Олег проверял дежурные смены, не задумываясь, тут же прыгнул в свой автомобиль и выставил его для блокирования грузовика. В кабине грузовика из Киева обнаружили несколько стволов и патроны. Олега Горшкова, ветерана войны в Афганистане, представили к награде. Сыграл его боевой опыт, я так думаю. Вот почему, потому что в таких экстремальных ситуациях, секунды буквально, человек понимал, что он должен остановить любой ценой. За бои в Кандагаре Олег Горшков получил орден Красной Звезды, а на Турецкий вал пришел с первых дней просто помочь Беркуту и Казакам. Сыночек мой. Медаль за возвращение Крыма получала мать Олега Горшкова. Подставив свою машину под несущийся украинский грузовик, ее сын чудом выжил, но потом не выдержало сердце. Мы хотели помочь и помогли жителям Крыма, чтобы здесь был порядок и всегда было спокойно, потому что Крым это Россия. Крым это не какая-то непонятная для нас территория, а Крым это исторически русская, российская территория с преимущественным русским населением. И мы вынуждены действовать так в силу того, что они сами поставили нас в такие обстоятельства, такие условия. Они по сути нам как бы даже не оставили выбора. Мы должны были просто защитить этих людей. Сроки были фактором первостепенным. Чтобы не пролилась кровь, нужно было всегда быть на шаг впереди. Отдавая все более жесткие и сумбурные приказы своим силовикам, Киев всякий раз получал ответ уже поздно. По воздуху в Крым не проникнуть, сухопутные границы закрыты. И вдруг в марте резко меняется ситуация на море. Но командует здесь не Киев. Страны НАТО объявляют учения на Черном море. К берегам Румынии подходит американский эскадренный миноносец. В Средиземном море авианосная группировка, а к Крыму вооруженный крылатыми ракетами устремляется эсминец ВМС США Дональд Кук. Еще никто не знал, что чуть ранее в Крым с Черноморского побережья России был доставлен береговой ракетный комплекс «Бастион». Это тоже было ваше решение? Да. Это невозможно сделать по решению кого бы то ни было, кроме Верховного Главнокомандующего. «Бастион» это оборонительный комплекс. Это комплекс, который защищает берег, защищает территорию. Он ни на кого не нападает. Но это эффективное современное высокоточное оружие. Пока такого оружия ни у кого нет. Это, пожалуй, самый эффективный береговой комплекс в мире на сегодняшний день. Да, и в какой-то момент мы для того, чтобы было понятно, что Крым надежно защищен, перебросили туда вот эти береговые комплексы «Бастион». И, кроме всего прочего, мы сознательно развернули эти комплексы так, чтобы их было видно из космоса. нас сейчас из космоса видно? Может быть, и видно, но дай бог, чтобы видели и знали, что у нас оружие есть, такому, которому аналога в мире нет. Что может этот комплекс? Уникальность комплекса в первую очередь то, что на вооружении находится современнейшая сверхзвуковая ракета, и она неувезима ни одним средством противоракетной обороны. Его ни единорадар практически не видит. Ракета может делать несколько, ну, скажу, углов поворота. Даже, к примеру, если цель стоит за каким-то естественным укрытием, за горами, за какой-то грудой, то ракета способна распознать цель и поразить ее сто процентов гарантии. Девизион, боевая тревога. Принять статую готовность номер один. Расчету боевая тревога. Создать ракету удар. Цель одиночная. Цель одиночная. На тот момент у нас был крейсер Москва, который имел на вооружении ракеты с дальностью стрельбы больше, чем у Бастиона. Ну, это ракета 70-х годов разработки. Бастион новейшая разработка, ракета уникальная и в Крыму ее не было. На мониторах флагмана Черноморского флота крейсера Москва было хорошо видно, как американский эсминец уверенно идет к берегам Крыма, охватывая полуостров радиусом действия своих томогавков. И вдруг под Севастополем включается радиолокационная станция Монолит системы Бастион. Источник информации Монолит. Источник информации Монолит. Тип цели крейсер опознавание цели чужая чужая И когда эсминец Дональд Кук почувствовал излучение от наших ракет, как он повел себя дальше? Резкий поворот на юг и с максимальной скоростью пошел в сторону Босфора. То есть по сути им эта меточка говорила о том, что они на мушке. Да, то, что на мушке в любой момент по вам может быть применено оружие. По словам командующего флотом Александра Витко такую восьмерку, которую нарисовал американский эсминец Дональд Кук, сбегая из-под прицела Бастиона, вряд ли до этого видели в Черном море. В разговоре с западными лидерами было ли вам понятно сразу, что они не будут вмешиваться в эту историю военным способом? Нет, конечно. Это не могло быть понятно сразу, поэтому я сразу на первом этапе работы вынужден был соответствующим образом сориентировать наши вооруженные силы и не просто сориентировать, а отдать прямые указания, приказы по поводу возможного поведения России и наших вооруженных сил при любом развитии событий. Означает ли то, что вы сейчас говорите, что мы привели в состояние боевой готовности и наши ядерные силы? Мы готовы были это сделать. Я же разговаривал с коллегами и говорил прямо, я же так же, как вам сейчас говорю, открыто совершенно, что это наша историческая территория, там проживают русские люди, они оказались в опасности, мы не можем их бросить, не мы совершили госпереворот, это сделали националисты и люди с крайним убеждением, вы их поддержали, но вы где находитесь? За тысячи километров? А мы здесь, и это наша земля. Вы за что хотите там бороться? Не знаете? А мы знаем, и мы на это готовы. Вот это честная, открытая позиция, но так оно и есть. И поэтому я не думаю, что у кого-то было желание, понимаете, все это разворачиваясь в какой-то мировой конфликт, но мы не собирались лезть на рожон. Они просто вынудили нас на такие действия. И повторю еще раз, мы были готовы к самому неблагоприятному развитию событий, но я исходил из того, что до этого не дойдет. И излишне нагнетать ситуацию было ни к чему. Позже уже в Минобороны нам рассказали, что в те дни некоторые военные специалисты предлагали Владимиру Путину как верховному главнокомандующему использовать все имеющиеся средства для демонстрации готовности России защитить свои национальные интересы. Президент ответил, «Несмотря на всю сложность и драматизм ситуации, холодная война закончилась, и нам не нужны международные кризисы наподобие Карибского. Тем более, что обстановка не вызывала необходимости подобных действий, и это противоречило бы нашим собственным интересам». Что же касается наших сил ядерного сдерживания, добавил тогда президент, то они и так всегда в состоянии полной боевой готовности. А тем временем в Черном море больше десятка американских моряков с эсминца Дональд Кук подали рапорты на увольнение, сообщили СМИ. Якобы причиной в том числе был и наш самолет Су-24, который прошел на опасном расстоянии над кораблем и без того напуганным ракетами российского бастиона. «Мы должны выполнять действия по демонстрации сил и решимости ее применения для того, чтобы охладить пыл американских сил. И для демонстрации действий мы применили морскую штурмовую авиацию, которая выходила на дистанцию применения оружия». А не ваше решение было бреющими полетами летать над крейсером? «Нет, не мое. Это они расхулиганились. Мне даже ничего не сказали. По сути, вы делали из Крыма крепость». «Мы сделали из Крыма крепость. И с моря, и с суши». К моменту, когда Крым стал надежно защищен извне, оставалась еще задача обеспечить безопасность внутреннюю. На полуострове было расквартировано 193 воинских подразделений Украины. Такой концентрации сил у страны не было нигде. Как будто Киев все 23 года готовился к войне именно в Крыму. «То, что там была высокая степень милитаризации территории, это очевидно 20 с лишним тысяч человек полностью мобилизованных и полностью вооруженных. Там 40, по-моему, 3 пусковых установки С-300, 18, около 20 установок Буков и другого такого тяжелого оружия, в том числе бронетехники. Ну, это такой серьезный очень кулак. Повторяю еще, говорю совершенно искренне, мы никогда не вынашивали планов каких-то действий, которые произошли. все это происходило практически с листа. Мы действовали исходя из той ситуации, которая складывалась на данный момент времени. Как вы далее отдавали приказы, распоряжения по тому, как действовать нашим силам в Крыму? Для того, чтобы обеспечить нормальные воли изъявления граждан, проживающих в Крыму, нужно было прямо, надо сказать, не допустить кровопролития и не позволить вооруженным силам, вооруженным формированием украинской армии, расположенным в Крыму, и правоохранительным органам, помешать людям выразить свою волю. Мы должны были разоружить воинские формирования украинской армии и сил правопорядка. Или убедить их не мешать людям выразить свое мнение и, собственно говоря, присоединиться в этой работе к нам. Верили изначально, что получится? Не сомневался. Успеху способствовало то, что на передовую, желая не допустить крови, сразу вышел народ. Повсюду воинских частей крымчане проводили пикеты и агитировали военных переходить на сторону России. Как только в Киев стали поступать первые сообщения о переходе крымских военнослужащих на сторону России, разгневанная майданная власть стала заявлять всем подразделениям при попытке любого давления со стороны пророссийски настроенных сил стрелять на поражение. Но одно дело заявлять с трибуны Рады, а другое довести конкретный приказ до командиров на местах команды из телевизора военные не исполняют. И вот с этим Киев замешкал. Санкционировать своей подписью кровопролитие без шифровки по обычным открытым каналам связи военачальники боялись, а защищенные линии на тот момент были уже кем-то перерезаны. Ну надо по-честному сказать мы сделали все чтобы специальной связи там уже у них не было для этого и существует спецназ ГРУ он знает что надо делать и как надо делать поэтому они пользовались открытыми видами связи но что же греха таить мы контролировали все эти переговоры и чувствовали внутреннее состояние воинских подразделений на месте и их отцов командиров в столице все пытались уйти от личной ответственности в совершенно курортной Ялте сутками напролет шли митинги военнослужащих единственной на местном побережье украинской погранчасти горожане призывали перейти на сторону России я родился в центральной Украине Днепропетровская область город Днепродзержинск из Украины но в душе русский Виталий Пунько президент ялтинского отделения мотоклуба ночные волки он был одним из организаторов акций в Ялте Украина Россия всегда были братские отношения между русскими и украинцами да 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 американцы все испортили как и везде в Крыму спасибо товарищу Путину и таким как мы не допустили войны никакой а война могла начаться 5 марта из Киева в Ялтинский дивизион катеров морской охраны направился директор департамента по работе с личным составом погранслужбы Украины генерал-полковник Михаил Коваль в своем чемодане он вез тот самый приказ стрелять на поражение мы узнали что он должен приехать а зачем чтобы передать приказы пограничникам и сфаловать их на сторону Украины а связи уже тогда между частями между Киевом и этой частью уже не было надо было только в личку ему ехать так как мы мотоглуб ночные волки нами же был разработан план часть группы должна была отвлечь внимание тех кто сопровождал Коваль другая группа должны были его взять ну и третья группа это мы которые должны были вывезти его Мерседес украинского генерала подъехал к сопровождении машины с местными военачальниками из окна дивизиона молча за происходящим наблюдали пограничники как только кортеж Михаила Коваля увяз в толпе митингующих началась операция кровавые приказы в кейсе и самого генерала быстро перегрузили в караулившую машину чтобы не попасть на глаза агентам службы безопасности Украины Виталий Пунько рванул в старую Ялту запутывать следы по узким улочкам А вообще СБУ насколько она серьезная на тот момент была организация то есть что-то они все-таки умели конечно когда загрузили генерала ко мне в машину и мы повезли его максимум через 20 минут звонки были из прокуратуры Киева Розыск СБУ результатов не дал то ли из-за общей неразберихи то ли потому что видеокамеры перестали автоматически фиксировать автомобили крымчане стали массово клеить на свои номера российские триколоры то есть и у тебя тоже такая наклеечка да 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 закрывают украинский флаг показать что мы уже в России находимся хотя бы таким способом генерала Ковалья благополучно доставили до Симферополя киевский эмиссар все это время просил его отпустить и когда ему пообещали в благодарность ругал Майдан то есть генерал Коваль находился прямо здесь в этой машине на задних сидениях да а сейчас здесь детское кресло это для кого это для дочки Полины когда мы окончательно уже победили мы решились еще на одного ребенка у меня двое сыновей и вот родилась у нас дочка назвали ее Полиной хотя больше подходила победа а в тот день свою победу уже праздновали в Ялте пограничники после того как генерал Коваль не смог до них довести приказ по которому они были обязаны пролить кровь в родном Крыму весь дивизион вскоре перешел на службу России как реагировали пограничники когда увидели что не приехал Коваль когда Коваль засовывали в машину к нам они аплодировали стоя стояли Россия! 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 Ну представьте себе командира на месте это же военный человек он подчиняется приказам вышестоящего командира a не какой-то самостийной непонятной морфной структуре которая не несет никакой ответственности за все что она делает поэтому украинские военнослужащие в Крыму оказались в очень тяжелом положении они не хотели никакого кровопролития не хотели служить захватчикам власти националистам по сути тоже помогали повторяю это не какие-то там наши агенты это вообще для нас незнакомые люди люди которые действовали просто по велению так сказать души и совести после провала в Крыму свою кровавую миссию генерал Коваль выполнил позже это с его приказов начнется война на Донбассе министром обороны Украины его назначил майданный спикер Турчинов с учетом проявленного героизма в Ялте где как доложил генерал Коваль он в одиночку противостоял российскому спецназу и десантникам в первые дни марта в Крыму на сторону России переходит сразу около 20 украинских воинских частей но затем Киев начинает заводить уголовные дела на командиров всячески запугивать обвинять офицеров в пособничестве врагу новые майданные военачальники требовали держать оружие на готове и обещали дать команду к бою в день предстоящего в Крыму референдума стало понятно что силами общественных активистов дальше обойтись будет сложно а для того чтобы блокировать и разрушить 20 тысяч человек хорошо вооруженными нужен определенный набор личного состава и не просто по количеству но и по качеству нужны были специалисты которые умеют это делать поэтому я дал поручения и указания Министерству обороны ну что скрывать под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения главного разведуправления и силам морской пехоты десантников на аэродромы Кача и Джанкой были перебазированы 14 вертолетов постоянно накурсировали 5 грузовых Ил-76 на полуостров в считанные дни были передислоцированы тысячи офицеров и солдат различных подразделений до обозначенного в международном договоре лимита личного состава российской армии в Крыму еще оставался запас в 3,5 тысячи бойцов но для обеспечения охраны буквально всех значимых объектов этого уже было достаточно это была непростая задача потому что нам ни в коем случае нельзя было допустить кровопролитие и нужно было обеспечить людям как я уже сказал возможность выразить свою волю самооборона Севастополя народное ополчение Крыма казаки просто горожане теперь с войсками за своей спиной продолжали нейтрализацию тех украинских воинских частей которым Киев мешал сделать выбор или остаться в Крыму под российским флагом или уволиться или переехать на Украину так 19 марта закончилось длительное противостояние у штаба военно-морских сил Украины в Севастополе Киев до этого умудрился поменять здесь несколько командующих и сетовал что каждый из них начинал сочувствовать России это и правда удивительно но российские моряки всякий раз находили контакт с украинцами и может быть благодаря месту где назначали им встречи Херсонес Таврический в славянских летописях Корсунь здесь принимал крещение князь Владимир отсюда с 988 года православие начинало распространяться по всей Руси Случайно ли что именно это место православное святое было выбрано для контактов с украинской стороной во время Крымской весны оно происходило интуитивно наверное и украинские командующие и я стремились может быть к чистоте к правде поэтому место и безопасности наверное попытка говорить правду то одного пришлют командующего флотом то другого то третьего один из командующих ну он отрезок оказался там переходить на сторону крымских властей так условно я попросил чтобы с ним поработали ветераны вы попросили лично я попросил а предлагалось как-то иначе ну предлагалось более силовым методом действовать я просто напрямую сказал нашим военным пошли ветеранов но надо сказать что они встретили мое предложение скептически сказать да ну деды чего вот деды эти пришли и до 7 утра с ним там вели воспитательную беседу во всяком случае к 7 утра он взял ручку значит бумагу и написал рапорт на увольнение совет ветеранов предложил свою помощь и в это же время так получилось поступила команда о том чтобы их привлекать работали практически каждый день и во всех частях и я думаю польза от от этой работы было огромное как все-таки удалось в результате вам справиться с украинским флотом оно пришло их с промптом что сделать с кораблями чтобы не было жертв чтобы не вынуждать на применение оружия давайте сделаем так чтобы они не шевелились чтобы они не вышли из Ахтярской бухты вспомнили историю Великой Отечественной когда для подобных целей использовались боновые заграждения сохранились и боны и тросы нашлись на складе с их помощью и удалось оперативно перегородить бухты для того чтобы украинцы понимали что у нас шуток с ними нет поставили рядом буксиры морские задача если корабль будет сниматься толкать его и выбрасывать на мель а потом вам пришлось затопить судно для этого вначале мы взяли списанный корабль очаков до лазных катеров которые мы рядом топили их мы подорвали чтобы невозможно было поднять а очаков залили сверху вы его затопили прямо на пути следования да прямо на фарватере в Дону Злоглаве вместо стоянки Славутича Тернополя в результате получилось так что украинские корабли не только не могли поднять якорь даже выбрать не могли они просто оказывались в ловушке да в ловушке полностью блокированы к вооруженным украинским морякам Александр Витко поднимался на борт в одиночку без оружия переговоры на кораблях шли сутками напролет при переходе на службу России морякам гарантировали сохранение воинских званий наград и стаж вы знаете должен сказать что ребята вели себя очень достойно украинские военнослужащие они пытались сохранять верность присяге но непонятно кому они присягали государства-то нет президента свалили а он между прочим на тот момент времени являлся легитимным верховным главнокомандующим вооруженными силами а кто отдает приказы какие-то захватчики власти абсолютно нелегитимные люди последними кораблями где еще не развивался Андреевский флаг оставались те куда сумели пробраться ставленники Майдана они угрожали отомстить и украинским и российским морякам поэтому здесь не обошлось без спецопераций наверняка вам в это время постоянно названивали западные лидеры как приходилось с ними общаться в тот момент звонков было много наши американские коллеги они когда разговаривали они прямо говорили о том что мы блокируем украинские воинские подразделения я сказал что воинских подразделений уже нет есть группы людей военнослужащих но они без оружия им ничего не угрожает и мы сделаем все чтобы никаких эксцессов связанных применением оружия не произошло но это уже не вооруженные силы это все-таки нечто другое